Начало 12-го в Кирове, в эфире «Дневной разворот» в студии Соня Дзюмина и Дарья Тузлиева. Сегодня тема у нас очень важная. Будем говорить о малом и среднем бизнесе, а конкретно о том, что в Кировской области появились амбассадоры бизнеса. Пара его представителей у нас есть сегодня в студии присутствует. Это Светлана Бокова, основатель сети детских садов «Детское село». И Семен Кэтманов, руководитель домашней пекарни, да? Да, совершенно верно, Добрый день. И торговой сети компании «Эквипт». А это что за компания, Семен, Добрый день? Совершенно верно, это компания, которая занимается продажей оборудования для общепита и предприятий розничной торговли. Ага. И третий наш гость – директор Кировского областного фонда поддержки предпринимательства Ольга Елгешина. Ольга, добрый день. Наверное, с вас и начнем. Расскажите, пожалуйста, откуда вообще появилась эта идея? Амбассадоры бизнеса – это федеральная инициатива, это родилось где-то здесь у нас, в Кировской области? Нет, это федеральная инициатива. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» мы должны были отобрать амбассадоров в Кировской области, которые в дальнейшем будут свою какую-то роль вносить в наш проект. Отбор кандидатур на роль амбассадоров проходил у нас в несколько этапов. Мы формировали предварительный перечень, который получился у нас из 67 кандидатур путем предложений от членов общественного совета, экспертного совета при Министерстве экономического развития, в который входят у нас представители также бизнеса и общественных объединений. В дальнейшем путем открытого голосования из 67 кандидатур мы отобрали 30 самых достойных, успешных предпринимателей, которые у нас и были утверждены Министерством экономического развития Российской Федерации. То есть их утверждали, получается, на самом высоком уровне. А кто-то из предпринимателей выходил сам с инициативы или это в основном коллеги предложили, например? Это предлагали коллеги, общественное объединение. И вот мы от фонда тоже выдвигали свои кандидатуры Министерства экономического развития. Кино в основном общественное объединение. А как вы вообще узнались, что вас предлагают на должность амбассадоров? Ну, это было неожиданно. Это просто пришло письмо, не знаю, весточка или как, сама принесла. Я даже сейчас не могу припомнить, на самом деле, как это было. Да, я помню этот момент. На самом деле тоже, как Света, удивился очень. Мне поступил звонок о том, что моя кандидатура рассматривается как амбассадор проекта «Мой бизнес». Ну, сказать, что я удивлен, надо мало сказать. Но вам как-то объяснили вообще, что это за должность? Да, конечно. То есть вкратце было объяснено. То есть после этого я почитал о самом проекте «Мой бизнес» более подробно. Так он уже в последнее время постоянно на слуху. У него была возможность более подробно ознакомиться. Очень, конечно, был рад, очень польщен тем, что среди сотен тысяч предпринимателей как-то я попал в эту выборку. Тем более меня там рекомендовали. Ну, то есть это получается своего рода еще и одобрение в кругу коллег. То есть если выдвигали какие-то общественные объединения, да, и такие же, получается, бизнесмены. Да, были, конечно, определенные критерии для отбора. Это наличие успешного бизнеса на территории Кировской области. Какие-то брали за основу показатели базовые, то есть смотрели, как развиваться предприниматели в течение там нескольких количеств лет, чтобы не было снижения, падения бизнеса. Ну и как бы, да, чтобы узнаваемый был он на территории области. Расти и развиваться – основной принцип, по которому выбирают предприниматели. А уже есть какие-то плоды того, что у нас появилось 30 амбассадоров в области? То есть были ли реализованы какие-то проекты или мероприятия? Ну вот в чем роль вообще у нас амбассадоров? Это участие в наших образовательных мероприятиях. Да, мы привлекали уже амбассадоров на спикеров, наставников наших проектов образовательных, которые проходили вот в конце года, так как это все-таки на конец года легла вся эта нагрузка, поэтому основной упор будет сделан на них в следующем году, в 2020. Мы только в октябре начали отбор проводить. Вот также мы разместили на наружной рекламе часть уже наших амбассадоров, поэтому в городе можно увидеть их успешные лица. Ага, ну то есть прям все 30 человек, они, что называется, будут лицом в городе? Не все. То есть здесь мы идем по принципу, кто еще изъявил желание. То есть не все хотят опубликоваться, например, на наружной рекламе. Кто-то хочет быть спикером, либо проводить мастер-классы, быть наставником для начинающих предпринимателей. То есть мы не принуждаем никого ни к чему. Мы советуемся и просим разрешения. То есть вы будете на билбордах? Или уже есть, возможно? У меня уже повезло. Ну вот смотрите, да, и вот из этих 30 кандидатур, это представители вообще какого бизнеса? Самых разных сфер. Да, самые разные сферы, но мы старались все-таки брать реальный сектор экономики, также участие, ну то есть это производственные какие-то, услуги, то, что связано вот с общепитом, каким-то бизнесом таким социальным. А те, кто имеет какие-то достижения, там, может быть, участвовал тоже в общественных объединениях, каких-то проектах общественных, социально важных, на это упор делался. Я почему спрашиваю? Потому что раньше, когда на региональном уровне говорили о развитии бизнеса, все равно самое большое внимание обычно уделялось вот именно производству. Производству, да. То есть тем, кто что-то производит и тому подобное. Ну вот сейчас вот мы видим, да, Светлана, достаточно сложный бизнес, частные детские сады. Социально направленный бизнес. Да, это очень сложный бизнес. Давайте тогда, возможно, я не знаю, есть у нас до перерыва немного времени, вообще расскажите пару слов буквально о становлении, то есть как пришла в голову эта идея, сложно ли было входить на рынок? Это было в 2012 году, и тогда на рынок было входить легко, но в то время, в 2012 году, я, конечно, еще не думала такими, не оперировала даже такими понятиями рынок, бизнес, и вообще я не мечтала о бизнесе, а в первую очередь он у меня начинался с того, что сначала была идея, то есть я тогда точно знала, каким образом нужно воспитывать ребенка и детей, и как воспитать действительно сильных личностей, и у меня было такое огромное внутреннее желание реализовать свою идею, что я приняла решение об открытии детского села, а бизнес появился после этого, после того, когда я села писать бизнес-план, потому что я тогда понимала, что все нужно делать хорошо, профессионально, и уже тогда появился бизнес, потому что для любой идеи нужны деньги, да, чтобы идея жила, чтобы она развивалась, и чтобы можно было вкладываться в развитие, нужны деньги, без этого невозможно, а деньги не появятся, если не подходить к развитию бизнеса профессионально, таким образом это все происходило. Сначала была идея, потом бизнес, не наоборот. Много идей бывает в воздухе летают, и все как-нибудь что-нибудь смотрят, что, о, у нас в городе нет этого, нужно сделать, или этого у нас тоже нет, но вот так определиться и решить, и поставить, не знаю, все на красное, то есть... Нет, я так понимаю, что, возможно, у Светланы был какой-то положительный опыт воспитания личности, и она решила масштабировать ее просто, что хороших личностей должно в Кирове стать больше, или... Дело в том, что я занималась развитием взрослых людей, я... Мое образование — это управление персоналом, и моя профессиональная деятельность была всегда с этим связана, и, возможно, как и в развитии бизнеса, в развитии ребенка, надо смотреть от... и программу устроить от того результата, который ты хочешь получить. И я всегда смотрела с точки зрения взрослого, то есть какого взрослого мы хотим видеть из наших детей, то есть результат — это не, там, поступление в первый класс гимназии или лице, результат — это не поступление в какой-то престижный университет и получение должности, специальности, которую определили и мечтают родители, а для меня результат — это все-таки успешный взрослый, потом успешный бизнесмен, успешная личность, счастливый человек, который реализует свои идеи... Успешный обладатель Нобелевской премии, да. Да, и уже от этого строится программа, в том числе дошкольного детства, и тогда у нас действительно важные результаты происходят, точно так же, как и в бизнесе. То есть и вот на сегодняшний день у меня развитие вот этих двух ипостасях, да, это педагогика и бизнес, они идут параллельно, и там очень много чего пересекается, и одинаковые законы на самом деле работают, потому что если предприниматель развивает свой бизнес и смотрит на него не из семиминутных каких-то задач, проблем, например, да, что-то вылазит какая-то и побежал тушить пожар, да, не будет никакого развития. Но если предприниматель знает, к чему он хочет привести свой бизнес, да, на перспективу и оттуда строит программу развития, профессионально к этому подходит, тогда будет действительно успех. И вот если вы сказали про идею, то да, какую мы идею берем? Конечно, идея должна быть высокой, глобальной. Если просто как у соседа у него получилось, то это совсем не идея. Мы прервемся на буквально полминутки. Продолжаем дневной разворот. В гостях у нас сегодня амбассадоры бизнеса, совершенно новая должность. Послушали мы сейчас об истории успеха Светланы Боковой, основательницы сети детских садов «Детское село» Семен Кытманов, руководитель сети «Домашняя пекарня». С чего начинали вы? Была ли уже на тот момент конкуренция? Или вы были первым? Если говорить именно про сеть пекарен, то да, открывая в городе Кирове первую пекарню, конкуренция уже определённая была. Но соглашусь с Светланой, что на самом деле самая главная – это идея. И тогда конкуренция отходит немного на второй план. Если ты чётко знаешь, для чего ты создаёшь свой проект, какие есть отличительные особенности, скажем так, да, этого проекта. Ну вот я открывал первый пекарень в 2016 году. На тот момент на рынке уже присутствовали как федеральные игроки, так и местные игроки, ну, скажем так, с своим продуктом. Я на рынок зашёл со своим продуктом. То есть это выпечка сделана как дома. Хлеб. Действительно мы его делали, ну, и до сих пор делаем вручную. Это рецепты ещё достаточно нам от наших там бабушки, дедушек. То есть именно та выпечка, которая близка к домашней. Хотя, конечно, мы развиваемся, какие-то новые рецептуры разрабатываем, но тем не менее идея остаётся прежней. То есть максимально натурально, максимально там свежая, максимально вкусная, и ближняя к домашней пища. Ну вот, несмотря на это, да, если в 2016 году, мне кажется, ещё не так много было различных пекарен, то сейчас, ну, вот если встать на перекрёстки, мне кажется, ну, полкилометра максимум в любую сторону, и ты уже можешь где-то купить свежую выпечку. Вот вы и сейчас действуете без оглядки на конкурентов, или как-то вам, как вы все сосуществуете? Ну, у каждого есть свой клиент. Конечно, в чём-то мы пересекаемся. И рынок, вот сейчас правильно заметили. На самом деле, такую стадию, наверное, резкого роста уже прошла. То есть сейчас уже стадия такая стабилизация, да, то есть крупные игроки увеличиваются. Ну, на самом деле, количество точек продолжает до сих пор увеличиваться, в том числе в нашем городе. То есть открывается новая пекарня. Конечно, у каждого есть свой клиент. И когда на одном перекрёстке четыре пекарни, тем не менее, они все существуют. И, как показана наша практика, если на перекрёстке одна пекарня, и к ней ходят, например, тысячи клиентов постоянных, то когда открывается вторая пекарня, клиентами становится полторы тысячи. То есть растёт клиентская база, потому что заходят новые продукты, заходят какие-то новые идеи. И предприниматели стараются уходить от прямой конкуренции, то есть не копировать друг другу ассортимент. Ну, вы как-то между собой договариваетесь? Я не знаю, ли вы там вот так, давай, у тебя будут сосиски в тесте, у меня котлеты в тесте сегодня. Или это само собой, то есть естественно получается. Я думаю, что это естественный процесс. Договорённости, конечно, таких нет. Есть продукты, которые люди хотели бы видеть на прилавке, мы всё-таки исходим от того, что хочет видеть клиент. Ну, например, в позиции там сиска в тесте, она привычная и любит как и дети, так и взрослые, поэтому она есть практически во всех пекарнях, так и там некоторые другие позиции. Но, тем не менее, есть и свой ассортимент в каждой пекарне. Ну, вот смотрите, да, начинали вы, в принципе, в разное время, вот Светланова, получается, даже раньше, 12-й год, да? Да, 12-й. Сейчас вообще даже вот у фонда поддержки, там, мало и среднего бизнеса, ну, то есть много достаточно, то есть есть и мастер-классы какие-то, и всё, то есть вот, что называется, приходи и получай. Тогда, когда вы начинали, это всё было настолько же массировано как-то, оказывалась ли какая-то поддержка или вы полностью сами выживали? И вообще вот эта вот разница между тем, когда вы начинали, возможностями со стороны власти, правительства и сейчас, есть ли вообще эта разница? Разница огромная. Когда в 2012 году я начинала, тогда вообще даже такого представления не было, да, о профессиональном управлении бизнесом, о том, что в городе можно куда-то обратиться и получить бесплатные консультации или обучение бесплатное. Да даже если и за деньги, то это надо было искать, и, скорее всего, лучше это было делать в Москве, а не в Кирове. То есть вы полностью все знания как-то где-то сами приобретали, не знаю, читали книжки? Конечно, читали книжки, приобретала знания, интернет в помощь, но и рынок был другой, и другая была ситуация, конечно. И сейчас жёстче конкуренция намного, и мир меняется, и технологии меняются, и поэтому сегодня предприниматель просто обязан постоянно учиться, и ему не выжить без этого. Ну, раньше, да, действительно, наверное, не было такого, чтобы все постоянно слушали какие-то вебинары. Сейчас как не посмотришь все везде, я там съездил на тот мастер-класс, вернулся там с такой-то практической какой-то секцией. Да, знания в наше время — это сила. Насколько я понимаю, вот у нас 19-й год завершается, это первый год реализации вот этого нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. Как вообще прошёл, насколько вообще отозвался кировский бизнес? Ну, первый год, да, реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» был достаточно у нас насыщенным и богатым на различные мероприятия, особенно по концу года. У нас прошли в этом году впервые в городе такие успешные. Мы реализовали проекты, как «Успешный ресторатор», «Интернет-маркетинг», «Бережливое производство», «Социальное предпринимательство». То есть эти проекты были включены в план реализации мероприятий не случайно. Они тоже формировались по запросу бизнеса, по запросу лиц, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью по данным направлениям. Ну и, соответственно, вот очень успешно мы считаем, что эти проекты реализованы. Ну, то есть, насколько я понимаю, представители определённой сферы, они сами выходят к вам с предложением для организации каких-то мероприятий? Да, мы обычно план формируем в октябре-ноябре, предварительный, на следующий год. То есть мы запрос делаем муниципальное образование нашей области, все общественные объединения, предприниматели сами могут обращаться, чтобы они хотели на 2020 год какую поддержку получить, в каком направлении, например, на какую выставку съездили, какой образовательный проект, чтобы был включен в план мероприятий. Дальше мы уже всё это объединяем, смотрим и формируем план. Ну, вот вы говорите, в октябре-ноябре, значит, на 2020 год уже какой-то сформирован план? Да, предварительный план сформирован, мы также планируем включить проекты по успешному ресторатору, он очень получился у нас удачным по интернет-маркетингу, Excel для бизнеса тоже вот очень пользовался спросом, мы провели два потока, обучили четыре группы, ну, два, получается, обучения было, по две группы в каждом. И на следующий год у нас очень много ещё записавшихся, кто в этом году не успел. То есть там ограниченное количество мест? Там ограниченное количество мест, потому что это достаточно, ну, как бы требует, во-первых, работы с компьютером, и группа набиралась небольшая, 24 человека, чтобы было удобно работать всем, чтобы было комфортно и эффективно. Но уже сейчас можно записаться на будущий год? Да, да, вообще мы записи всегда ведём, то есть кто хочет на какое мероприятие попасть, мы... То есть вы сразу открываете запись на мероприятие всего года? Да, да, мы предварительно записываем, если это физическое лицо, мы предлагаем ему такие программы, которые подходят для лиц, планирующих заниматься деятельностью предпринимательской. Это такие, как начинающий предприниматель, либо школа бизнеса для женщин, для тех, кто уже имеет действующий бизнес, либо, ну, хочет повысить свою квалификацию, или квалификацию своих сотрудников, там уже, соответственно, проекты тоже соответствующие, для них можем подобрать. Светлана, Семён, Вы в каких-нибудь мероприятиях вот в 2019 году принимали участие? Да, конечно, принимали и в качестве спикера, и в качестве слушателя. Я считаю, что на самом деле вот год был насыщенный, постоянно проводятся мероприятия, постоянно в ленте появляются новости о каких-то семинарах, тренингах. Это очень замечательно, поскольку позволяет развивать действительно предпринимательскую среду в нашем городе. Замечательные спикеры бывают, и те, в том числе, на которых мы ходим за деньги, да, и покупаем их услуги, а в «Мой бизнес» это можно бесплатно получить. То есть Вы, которые уже успешные предприниматели, амбассадоры бизнеса, сами посещаете лекции, мастер-классы, которые проходят на площадке «Мой бизнес», иногда да. Мне кажется, это самая лучшая реклама и рекомендация. Ну, ты знаешь, вот у нас тут в течение года периодически приходили люди, кто бывал вот и на мастер-классах, и всё это, и я помню, не помню, правда, кто, но кто-то рассказывал, что приходили на мастер-классы слушать там по одному направлению, а в итоге, пообщавшись там с коллегами, обменявшись идеями, уходили с идеей вообще совершенно другого бизнеса, какого-то там сайт-проекта. То есть вот вроде бы уже состоявшийся предприниматель приходит на площадку, туда два дня где-то пообщался, и хоп, идея уже какая-то новая появилась. — Ольга, вот скажите, пожалуйста, вы отбирали амбассадоров по степени обаяния, допустим, потому что это же очень важно, чтобы преподаватель мог увлечь и как-то передать свою любовь к делу другому человеку, и мне кажется, что обаяние в этой области, в этом направлении — одно из самых важных. — Ну, амбассадор должен быть, во-первых, говорящий, то есть он должен донести свои мысли слушателям, должен уметь публику удержать. Ну, как бы вот в этом плане, конечно, ораторское искусство какое-то должно присутствовать у этих людей. — То есть вы проводили собеседование? — Нет, мы собеседование не проводили, но в основном это люди, известные в городе, и поэтому мы, в принципе, и так знаем это, да. — Ну, просто вот так оно и случается, то, что ты видишь какого-то человека, который ведёт успешный бизнес, вот, к примеру, в области дошкольного образования, и так думаешь... — В дошколе образования, как интересно. — Ничего себе. — Пойду-то, пожалуй, открою ещё один частный детский сад. Ну, вот смотрите, тогда, в 2020 году в качестве амбассадоров в каких мероприятиях будете принимать участие? То есть это будут просто какие-то мастер-классы, или вы... деятельность, насколько она широкая будет? Или это действительно какая-то практическая помощь, возможно, предпринимателю? — Мы будем приглашать для наших амбассадоров на наставников для начинающих предпринимателей и проводить какие-то семинары на темы, связанные с их деятельностью, естественно, то есть что они могут рассказать бизнесу, то есть мы будем уже отбирать по мероприятиям. — Ну вот вам самим бы в чём больше хотелось принимать участие? То есть оказывать, возможно, какую-то консультативную помощь вот именно по вашей сфере? Или заниматься вот тем, о чём Соня говорила, то есть просто вдохновлять людей на... Неважно на что, ну то есть неважно на работу в какой сфере, просто вдохновлять. Или делиться какими-то секретами, возможно, производства своего или ещё чего-то. В чём вы себя больше видите в этом качестве? — Для меня, наверное, прежде всего, чтобы у аудитории или у конкретного какого-то человека был запрос, конкретный запрос, что ему необходимо, каких знаний ему не хватает. Потому что если просто так вещать в открытый эфир, да, какие-то свои знания, мало будет пользы. Надо, чтобы человек приходил со своей проблемой, задачей. И тогда, конечно, если я могу быть полезна, то это могут быть любые формы. Семинары, наставничество или консультации. Любые абсолютно. На разных стадиях предпринимательства люди сталкиваются с разными вопросами. Если человек только собирается, планирует открыть бизнес, стать предпринимателем, то это одни вопросы. Если человек вот зашёл, сталкивается с первыми какими-то там кассами, разрывами или с вопросами по сотрудникам, это совершенно другого плана вопросы. И здесь, конечно, я своей стороны готов делиться опытом, как открыть свой бизнес. И как показала практика, наверное, на последнем мероприятии выступал в качестве спикера. Очень много страхов людей закопано в плане предпринимательства, бизнеса. И когда из своего зала подняли руки у кого-то действующий бизнес, из 50 человек подняли руки 2-3 человека. Хотя хотят открыть все. То есть очень много есть страхов разных убеждений, которые почему-то травмозят людей. И здесь, на самом деле, очень богатая почва для работы. Потому что есть замечательные идеи. У человека есть уже определенный опыт, но что-то мешает, не даёт реализовать этот металл. Вот что люди говорят, я хочу открыть бизнес, но боюсь потому что. Мне кажется, один из самых распространенных страхов, это что время не то, сейчас такая нестабильная политическая ситуация, что-нибудь ещё. Конкуренция, налоги. Да, налоги. Я не могу разобраться в этой системе. Вот как? Ну вот, по моему опыту, совершенно часто общаюсь с начинающими предпринимателями, даже не начинающими, а людьми, которые хотят, имеют идею, хотят открыть бизнес, самые частые, ну, страхом, наверное, трудно назвать, может быть, такое убеждение, у меня не получится по какой-либо причине. Второе, это, наверное, вот не тот возраст, не то время, ну, какие-то обстоятельства. Не тот возраст? Да, да. В смысле, я слишком стар для этого? Слишком молод. Слишком молод. Вот вы знаете, это материальная точка зрения, вот на семинаре, помню, там женщина была, то есть она сказала, вот возраст у меня не тот, вот всё бы хорошо вроде, но вот уже поздновато. С другой стороны, сейчас у меня, ну, скажем так, есть там один из ликого консультированного, как наставник, ну, огромное, сказано там являюсь, он, наоборот, у него есть такое убеждение, что слишком молод, хотя у него есть уже успешный там проект, но вот это его тормозит. И продолжается дневной разворот. Мы сегодня обсуждаем, кто такие амбассадоры бизнеса и национальный проект поддержки малого-среднего предпринимательства. У нас в гостях Ольга Елкешина, директор Кировского областного фонда поддержки предпринимательства, Светлана Бокова и Семён Катманов, амбассадоры бизнеса, люди, которые научат нас всех делать... Не бояться делать. Не бояться делать. Мы на самом деле тут в перерыве немного разговорились и поняли, что мы совсем не затронули сам проект «Мой бизнес». Ольга, буквально вот пару слов, то есть работа началась, в каком направлении она ведется, на что могут рассчитывать и те, у кого уже есть работающий бизнес, и те, кто еще только начинает и пока еще боится. Да, центр «Мой бизнес» у нас открыт в этом году в рамках нацпроекта. 27 ноября на Динамовском проезде 4, там где находился и находится фонд поддержки предпринимательства, мы открыли площадку «Центра «Мой бизнес». На этой площадке предприниматели и лица, планирующие заняться предпринимательской деятельностью, могут получить финансовую поддержку и нефинансовые меры поддержки, о которых мы вот сейчас, собственно, здесь много уже сказали. Это и образовательные мероприятия, и консультации по различным вопросам, по трудовым, маркетинговым, юридическим, финансовым, составление бизнес-планов, по налогам, те, кто для них боится, могут все разъяснить и понять, что это совсем не страшно. А, простите, перебью сразу все эти консультации, то есть они абсолютно бесплатные? Да, консультации для предпринимателей абсолютно бесплатны. Все образовательные мероприятия, семинары, тренинги с участием федеральных спикеров абсолютно бесплатны. Это форумное мероприятие, также мы организуем поездки в бизнес-миссии. В этом году мы съездили очень удачно в Ижевск и в Чебексары. Также мы проводим выставочные мероприятия, участие в коллективных стендах предпринимателей и в индивидуальных стендах. В этом году было проведено у нас 19 коллективных и 13 индивидуальных стендов в различных городах нашей страны. Ну вот смотреть, получается, да, это очень удобно. То есть ты, например, решил какой-нибудь бизнес, да, придумал, у тебя появилась идея. И вот то, о чем Семен начал говорить, там, о тех страхах, которые у людей присутствуют, я тоже сталкивалась, когда люди говорят, я вот вроде бы готов, но не знаю, правда, с чего начать. То есть элементарно в какую юридическую форму. Да, нужно начать с консультации в центре мой бизнес. Вот, и тут, получается, ты пришел и совершенно бесплатно тебе прям вот... В одном окне там. Ну, может быть, это не физически и не одно окно, или прям одно окно. Прям один специалист сидит или что? Нет, специалистов там у нас сидит несколько по разным направлениям. По финансовой поддержке специалист. Также у нас открыто окно МФЦ. Все услуги, получаемые через МФЦ, которые у нас обычные МФЦ, да, для бизнеса можно получить на Динамовском 4. То есть можно зайти обычным человеком и выйти предпринимателем? Можно и так. Что можно ИП открыть? Да, можно ИП открыть у нас в фонде, конечно. То есть уже можно действительно выйти предпринимателем? Чтобы не стоять в очередях других МФЦ, можно прийти в фонд. Так, это то, что касается нефинансов. У меня есть еще один вопрос. Там было сказано про материальную поддержку. Ну вот, финансовая поддержка, да. Финансовая поддержка у нас оказывается уже более 10 лет в фонде. То есть микрофинансовая организация на существо давно. Мы предоставляем займы до 4 миллионов рублей, до 3 лет. Действующим предпринимателям. Ставка сейчас процентная. У нас очень интересное предложение есть. От 3 в 125%. 3,125. Ничего себе, так это же... Ну, здесь должны соблюдаться два условия. Это регистрация на территории моногорода. Монотерритории у нас их 11. И приоритетный вид деятельности, приоритетный проект. Это экспортеры, те, кто осуществляет деятельность в сфере туризма, экологии, экспорта. Женщины-предприниматели и социальные группы. А соблюдены должны быть оба условия? Здесь оба одновременно, да. То есть моногород, но надо ехать за выгодным. Можно ехать, например, в Кирово-Чепецк. Ну, там нужно быть зарегистрированным и осуществлять бизнес на территории моногорода. Ладно, если это не моногород... Если это не моногород, но вы женщина-предприниматель, либо у вас организация, где учритель женщина, то ключевая ставка Банка России сегодня это 6,25. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Да, очень неплохо. Учитывать предложения коммерческих банков по кредитам, то я думаю, да. Вот смотрите, да, если мы говорим об амбассадорах бизнеса, вот вы выходите в качестве этих амбассадоров и начинаете... Передавать свои знания. Людям рассказываете о том, с какими сложностями можно столкнуться, как эти сложности решать. И воспитываете таким образом себе конкурентов? Или вы об этом не думали? Только мы с Соней об этом задумались. На самом деле нет. Рынок развивается очень стремительно. И бизнесы появляются буквально ежедневно, ежечасно. И если посмотреть, какие сейчас стартапы организуются, то на самом деле видим, что это просто бесконечный какой-то тут простор для творчества. И поэтому нужно развивать предпринимательство. Это развивает не только количество предпринимателей в стране, но и более ответственный подход к своему продукту, к инфраструктуре, к среде, где ты живешь, где ты строишь бизнес. И, конечно, это очень такой положительный опыт. Да, и кроме того, это еще и взаимодействие. То есть, когда мы выходим общаться с другими предпринимателями или встречаемся на этой площадке, да, Семен, то мы же и между собой тоже обмениваемся знаниями, и я тоже получаю эти знания. Это взаимовыгодный процесс, это никогда не в одну сторону. И когда я готовлюсь, например, да, что-то передать, то я и свои знания тоже улучшаю. Ну да, но применимы ли знания, допустим, Семена к вашему бизнесу? Конечно. Ну, то есть, вам всегда есть о чем поговорить, даже если вы из очень разных садов. Сейчас, если говорить вообще о бизнесе, то это отдельная деятельность, это профессия, в которой работают одни и те же законы, или я детским садом руковожу, или заводом, или пекарней. Принципы, подходы и технологии одинаковые абсолютно. Даже не зависит от количества людей, которыми ты руководишь. Мне кажется, можно даже на таких мероприятиях устанавливать какие-то и бизнес, ну, и партнерские отношения. То есть, условно говоря, я не знаю, поставлять те же самые... Ну ладно, не сосиски в тесте, конечно, в детские сады. Ну, в общем, где-то вот в том, хлеб, конечно. Ну да, то есть вот такого плана. И я с этими сосисками в тесте забыла, что хотела спросить. Вот так вот, вот так вот выпечка ослепляет. Ну, и сейчас у вас есть, не знаю, возможность как-то сказать людям, нашим слушателям, возможно, и, скорее всего, у каждого есть где-нибудь в душе, в глубине идеи о том, какой бизнес он бы хотел вдруг начать в один прекрасный день, когда все станет безоблачно, трава зеленее, чем в детстве, и все, и сам, там, не знаю, президент скажет, пожалуйста, вот тебе деньги, и открывай бизнес, какой ты хочешь. Но все ждут такого момента какого-то волшебного в жизни. Но вы можете им сейчас как-то намекнуть, вот, когда пора, и что делать, и вот, как взять, решиться, и куда пойти. Ну, вот если кто-то ждет такой волшебный пинок, то вот он. Получайте. Да. А я не верю ни в какие волшебные пинки, ни в какие волшебные моменты. И они не наступят, если мы не начнем действовать. От нас очень много зависит. И в этом городе, и в нашей стране, если что-то от меня зависит, хотя бы немножко, хотя бы то, что я вложу в наших детей, я встану и пойду это делать. И тогда действительно что-то начнет меняться. Если я это сделаю, Семен, еще кто-то, и мы такими маленькими шагами придем к большим изменениям. Просто нужно делать, и не ждать ничего. Дети – это вовсе не немножко, это наше будущее, в конце концов. И на самом деле сейчас, пожалуй, одно из самых лучших, скажем, времен для открытия своего бизнеса. Есть просто масса возможностей. Как правильно стало Светлана, нужно действовать, отбросить там страхи. Сейчас на самом деле самое лучшее время для того, чтобы открыть свой бизнес. Для этого возможностей масса. Начиная с того, что есть очень много информации бесплатной и в интернете, и со стороны правительства, со стороны президента сейчас идет очень такая сильная поддержка, информационная и материальная вполне, да, то есть вот через центры мой бизнес, через фонды поддержки. И вот когда, если не сейчас? Ну вот по поводу, да, когда, если не сейчас, Ольга, вот этот нацпроект, он до какого срока вообще рассчитан? Пять лет до 2024 года, да. Вот, до 2024 года, потому что у нас ведь, мы все живем в России, непонятно, что будет после какого-то года, как ни прийти. Ну да, но есть еще четыре года. Планы пятилетки. Не стоит откладывать на завтра, вот что беда многих людей, которые что-то собираются сделать. Я вспомнила, кстати, что я хотела спросить, немного странно может этот вопрос сейчас прозвучит, но тем не менее, вот по поводу мастер-классов, да, в роли амбассадоров. Очень часто можно наткнуться там в интернете на такую точку зрения, когда смотришь тоже какие-то вебинары или читаешь отзывы, и бытует такое мнение, что те спикеры, кто выступают, ну, с какой-то вот лайфхаками, да, вот сейчас модно называть, все эти лайфхаки, скажем так, не свежи, что никто с вами не будет делиться тем, что работает в данный конкретный момент, как раз-таки исходя вот из той точки зрения, что воспитывать там себе конкурентов никто не хочет. И, соответственно, те мысли, с которыми вами делятся, это все работало, ну, там, три-четыре года назад, и сейчас на рынке уже неприменимо. А зачем тогда они ими делятся, этот вопрос? Ну, ты знаешь, многие спикеры, нет, бывает такое, что люди берут за это деньги, знаешь ли? А, ну, вот если берут за это деньги, это инфо-цыгане называются, люди, которые приезжают и собирают огромные залы, людей, которые заплатили большую денежку за билет, и потом уезжают из этого города. Ну, и как стать миллионером, да, в мастер-классах. Вот вы, когда будете готовить там свои программы для выступлений, будете перетряхивать то, что вот действительно существует на сегодняшний момент, или, грубо говоря, там, вспоминаю, ага, я начинал там с этого, и уже не будете рассматривать эту ситуацию применительно там году, потому что вы там, например, начинали в 2012 году, и вы же понимаете, что в 2020 году, наверное, вот за 8 лет всё поменялось уже. Конечно, понимаю. Конечно, поменялось. И рассказывать те инструменты, которые я применяла 8 лет назад, я просто не смогу, потому что это будет неправда. Я человек очень открытый, эмоциональный, я никогда не говорю там по бумажке на выступлениях, да, я говорю то, что действительно знаю, то, что действительно применяю, и как можно рассказывать неправду. И последний момент, вот к вам, как к амбассадорам, могут ли ваши коллеги обращаться с какими-то вопросами, там, за консультацией, за какой-то помощью, или, ну, просто сориентировать там. Позвоните, скажите, Светлана, вот у меня такая проблема, куда мне обратиться? Конечно, и это даже всегда было, все 8 лет, и ко мне обращались кто-то, кто собирается открыть детский сад, вот прям приходили ко мне, говорили, можно мы с вами поговорим? Конечно, можно, давайте рассказывайте, какие у вас идеи, куда направить, как лучше делать, потому что, когда у нас здоровая конкурентная среда, когда конкуренты тоже профессионалы, тогда честнее все происходит, это лучше, когда конкуренты профессионалы. Поэтому я с удовольствием направлю. Вот, и на этой позиции. Вот видите, да, всегда Светлана Валерьевна, всегда была амбассадором уже 8 лет, так что не зря. Только не случайно. Теперь официально и открыто, то есть каждый может прийти на эту лекцию, не обязательно звонить именно, а просто можно... Звонить нужно в центр «Мой бизнес» по телефону 648-649 и наш сайт «Мой бизнес 43». Ольга Елгешина, директор Кировского областного фонда поддержки предпринимательства, Светлана Бокова, основатель сети детских садов «Детское село», и Семен Кытманов, руководитель домашней пекарни и торговой компании «Эквипт». Мы с Соней буквально на 20 минут с вами прощаемся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова